Полиция возбудила дело по факту строительной аферы в Первоуральске. Поводом для расследования стали нарушения при долевом строительстве жилищного комплекса «Оптимист». В мошенничестве в особо крупном размере подозревается руководитель компании-застройщика. Ключи владельцам квартир комплекса «Оптимист» должны были вручить 1 июля. Однако на сегодняшний день на строительной площадке вместо готового дома голый каркас из пяти этажей. Работы здесь прекратились год назад. Застройщик уверял, все под контролем. Чтобы купить квартиру в «Оптимисте», Игорю Киннеру пришлось взять ипотеку. Больше 20 тысяч рублей ежемесячно приходится оплачивать. За несуществующую квартиру. И, судя по всему, за отсутствие реальных перспектив во втором, в третьем квартале этого года получить эту квартиру. Евгений Крылов также пострадал от застройщика. Он не стал сидеть сложа руки, создал инициативную группу. Мы встречались неоднократно с застройщиком, слышали постоянно одни и те же обещания. Поэтому мы собрали инициативную группу, где выделен основной костяк людей, которые заботятся о своем будущем и понимают, что на сегодняшний день они остались без квартир. Дело сдвинулось в мае, когда о проблемах «Оптимиста» заговорили на встрече с активом партии «Единая Россия» в Первоуральске, которую провел глава региона Евгений Куйвышев. Примерно понимаем, как решать эту проблему. Вопрос в большей степени лежит в правоохранительной возможности. Сначала нужно найти, куда эти деньги уже. Глава региона обещал разобраться в ситуации. Поручил профильным министерствам изучить проблему. После этого «Оптимистам» заинтересовались и силовые структуры. К делу подключилась «Единая Россия». У дольщиков появилась надежда. Уверен, что с такой поддержкой мы добьемся нашей желанной цели. Мы получим долгожданные квартиры и проведем здесь новоселье. По данным следствия, застройщик похитил средства 70 дольщиков. Точный ущерб еще устанавливается. Всех пострадавших от действий указанной строительной организации следователи просят обращаться в правоохранительные органы по телефонам, указанным на экране.